Всем привет! Сегодня 6 июня, воскресенье Выходной сегодня выдался, завтра опять работаю Поэтому сегодня я решил покататься Но покататься не просто так, а проверить свои новые велосумки Я купил недавно велосумки, заказал на Алиэкспресс На удивление доехали очень быстро, там что-то, ну грубо говоря, две недели Даже удивился, думал, наверное, буду ждать два месяца Очень переживал, что приедет, может быть, что-то не то И, в общем, все отлично, все замечательно Приехало то в целостности и сохранности И что же я сегодня придумал? Еще тогда, когда я сумки не купил, я себе поставил такую задачу Когда я куплю сумки, конечно же, сразу попробую их повесить Чем-нибудь напичкать, да не важно чем В данном случае я их напичкал вещами и водой с бутылками Взвесил каждую сумку, то есть, каждая сумка примерно вместе с сумкой Общая масса 6 килограмм Я подумал, что, ну, вроде как нормально И теперь вот, когда это я все повесил на велосипед Я немножко прозрел, насколько это реально тяжело И велик я не смог, как бы, вынести из подъезда Пришлось снимать сумки и, естественно, все выносить по очереди А с недавним моим падением, честно говоря, еще не зажило, видимо И побаливает, поэтому немножко тяжеловато мне правой рукой орудовать И что-то ей поднимать Ну так, в общем, давайте посмотрим на все это дело Выглядит довольно-таки симпатично Но почему-то моя мама с меня очень смеялась Она не просто смеялась, она ржала Она говорит, что ты купил, что это за ерунда Ты повесил себе сзади, это просто как Ты будешь ехать, и с тебя будут все смеяться Я говорю, Мат, ты просто не понимаешь этой темы и отстань Ну, в общем, посмеялись и да ладно Ну, в общем, давайте посмотрим Сумочки как раз под цвет велосипеда И мне кажется, очень даже неплохо смотрятся Встали сумки отлично Крепление багажника и крепление Я думал, что будут там какие-то несовместимости Но, в принципе, все даже очень ничего Я даже обзавелся вот такой вот маленькой дешманской сумочкой Которую я купил в местном магазине Она просто как бы так вот Чтоб туда что-то в нее положить И надеюсь, она не развалится, пока я буду ехать Ну, впрочем, не о ней Значит, как я уже говорил Сумки Здесь такой кармашек прикольненький Не знаю, если сумки набиты, что в него можно положить Ну, выглядит, ух ты, вот так вот прям даже Такая защита и туда за это Чувствуется, что, да, тяжеловастенько так довольно-таки Заднее колесико, конечно, в шоке от этого всего веса Еще плюс я Такие пластмасски тут стоят Вот так вот это все как-то выглядит Крепится вот, держит его Защелочки Защелочки держит Она с этой стороны Если нужно сумку снять, я просто ее поднимаю Вот так вот Хопа И сумка Ой Снимается, конечно, очень тяжело мне держать Так, я думаю, видно, да? Давай же Оп-ля Ну Сумка тяжелая, 6 килограмм Еще и больной рукой Поэтому тяжеловастенько Немножко тут, как бы, вот эта часть мешает Которая, по которой ездит вот эта вот штука настраиваемая Да, вот здесь вот это вот мешает ей встать Но так вот она опирается на нее И, в принципе, все нормально Надеюсь, багажник не развалится Видеожурнал, отчет о том О моих ощущениях по весу, по сумкам Как вообще катится По грунтовке Там будет и горки То есть, очень сегодня такой маршрут будет Нелегкий, я бы сказал Будет очень много горок Нужно их испытать Как багажник сам выдержит Ничего не треснет, не лопнет Это очень важно Поэтому поехал я, в общем, обкатывать это все дело Ну и выдвигаемся И я такой думаю, блин Ну вот реально Я, наверное, не вывезу ни в горку, ни в какую И это же, конечно, все дело Влияет на На скорость движения Потому что я сейчас себе не могу позволить Там лететь 25 километров в час Ох тут Куда я заехал опять Да, дождик недавно был Я забыл Дождик недавно был, я забыл Но в начале грунты были даже очень ничего Так, давайте, пожалуйста, без грязи Не хочется сумки выпачкать Каждая сумка по 25 литров И как мне показалось, что На 20 будет маловато Но теперь даже не знаю В принципе Можно взять с собой Много разных вещей Не обязательно они должны быть тяжелыми Влезет все А там разберемся Уже так бодренько Ты не погазуешь Ну, а это всего-то навсего 12 килограмм Общего веса Казалось бы 12 килограмм Для велосипеда Ну, как бы багажа общего Я не знаю Это много или мало Но мне кажется По ощущениям Это прилично Вот Очень интересно По ощущениям Когда ты вот Сзади везешь груз Прикольно, конечно Поначалу Я думаю, потом Не очень будет прикольно Потому что Чем меньше вес Тем оно лучше Ой, а что тут Целое болото образовалось Я тут не проеду Так вот Чуть-чуть не упал Хотел завернуть И У меня так накренела Такая дорога Просто Жесть какая-то Как это переехать? Не, ну если без багажа Это как бы вообще Не вопрос Но тут уже Так, ну тут придется Встать Ох Ох Моя Рудная клетка Ох Так, ну здесь можно Разогнаться Пока будет Наверное Километров 8 Будет Асфальт Так, ну 30-й Еду Нормально Я придумал Маршрут Хотел только Чтобы поехать По-другому Но думаю Не Надо ехать Вот как наметил Так и ехать Поэтому едем Я вот что заметил Только что ехал Со скоростью 45 км в час Небольшой такой Пригорок был Вниз И Как-то так вот легко Ну я еду против ветра В принципе И как-то так легко Ты набираешь скорость За счет того Что ты тяжелый Ты просто как танк Едешь И все Ну по-своему Прикольно даже То есть Разгоняешь скорость И так вот На пролом Прешь Прикольно Ну и при всем этом Как бы Ощущается Небольшая нестабильность Немножко тебя так Из стороны в сторону Задницу так носит Ну Я думаю Это все дело привычки И не критично И несмотря Ну это При всем том Что В сумках Вот Они почти поровну По 6 кг Точнее Нету такого Что одна сумка Перетягивает туда Или туда Нужно повернуть Как бы Повернуть Я недалеко от Кадатского карьера И Так Немножко Катился вниз А потом Повернул направо И блин Вот этот Вот этот вот Вес Который я с собой Везу сзади Ну Знаете Такие двойные Ощущения Интересные Когда ты Что такое Тяжелое Везешь И ты Вот прям Вот Как бы Это правильно Сказать Ты просто Как по маслу Едешь Как нож Как нож Режет Горячее Масло И вот Может быть За счет того Что ветер сегодня Не сильный Не знаю Ну ветерок такой Присутствует По умолчанию Так сказать Есть небольшой Но Ненапряжный Или он Ненапряжный Потому что Я тяжелый В этом Что-то Реально Есть Прикольное По своему Конечно Это же я Пока не проехал 100 километров С таким грузом По этому маршруту В принципе Я ездил Уже Неоднократно Зимой Летом Весной Весной По-моему Не ездил Но Несут Дорожка Такая Шлаком Засыпана Шлак Всякое Такое Не очень Приятное На ощупь Как сказать Красиво В общем Тут На отшибе Строят себе Те у кого Есть Лаве Громники Тут прикольно Классно Да И сейчас Еду На спуск Там такой Прикольный спуск Он мне нравится Ну он такой Тоже Сложный Так сказать Там Ямки Такой Ухабистый Щебень Там Бетон В общем Там все вместе Или Чуть-чуть Грунтовки Поэтому Такое Вот испытание Сегодня будет На прочность Всего вот этого Дела Правда Я еду и думаю Если у меня лопнет Камера Например То есть Внутри она лопнет Этого веса Я буду Это все Домой На спущенной покрышке Это как-то Даже страшно Ну ладно Не будем Себя накручивать Впереди Такие красоты Замечательные Едем В общем Сейчас Качуся Как бы С горки Своим ходом 20 км в час Впереди Довольно таки Симпатично Да Вот здесь Тормозит Конечно С таким весом Тоже Надо будет Аккуратно Все это дело Ну что Посмотрим Здесь Налево Или направо Ух ты Грудак Просто конечно Я не знаю Такое впечатление Что у меня Реально там Трещины Как-то не очень Все Здесь такая Грунтовочка Тут спуск Вот такая О Но с таким весом Нужно стараться Поменьше На яму Наезжать Потому что Ну как бы Да Здесь Прям Не 25 км в час Еду Тут же Самая жесть Начинается Видите Как размыло Нифига себе Туда Попасть Не очень Город Интересно Как будет Заезжать Вверх Все это Дело С таким Грузом Здесь конечно Когда без багажа Такого тяжелого Тут прикольно Ух ты Это было больно Как-то прям Кинуло меня Да Задницу кидает На камнях Ощутимо 15 км в час У меня сейчас Там тормоза Расплавятся Наверное Это и делаю Что ж Тут можно Разогнаться Так Что Ну его Нафиг Это да Тут багаж Конечно Сзади Добавляет Риска Что-нибудь Травмировать В велосипеде Красивое поле Такое Здесь Решил остановиться Немножко Заснять кадров И Такой гул Стоит Как то ли Пчелы летают Или какие-то Какие-то Насекомые Короче Можно на пчелу Жужжат Прикольно Ух ты Красиво Решил Немножко Подняться На курочку Ух ты Ох Напрягаться Надо С таким Весом Небольшая Горочка Потом Какой-то Офигенный Крутый Спуск Делание Хорошо Здесь прям Класс Трава Беленькая Ковыль Вроде Называется Красивая Колосица Просто Обалденно Впереди Меня Будешь Ждать Сейчас Просто Такая Горень Горка Самым Лучшим Покрытием Будем Пробовать Как оно Преодолевается Все Пока Что Очень Прям Так Вот Интересно Экстремально Так Сказать Вести Такой Груз Вдруг Там Что-то Поломается Как всегда Ох Красота Офигеть Я думаю Слышно По звуку Дороги Какая Такая У меня Поверхность Сейчас Под ногами Под колесами Там Чуть Дальше Более Менее Как-то Я думаю На камеру Это себя Не передается Как обычно Из-за Линзы Выбила Глаза Уклон Дороги В принципе Не сильно Большой Может 5-6 Этих Процентов Или градусов Чем оно Там Измеряется Ну Нормально Лай Свои Шарики Я тут уже Столько Езжу Можно Было Привыкнуть Ко мне Много Тяжелее Ну Я думаю Если Километр Покрутить Не Помру Ну Так Горку Не Не Дал С Этим Грузом Ну Я Если Буду Ехать Путешествия На море То Я думаю Что у меня Не будет Сзади 12 кг Весения Так Ну Вообще-то По идее Я должен был Ехать Сейчас Вообще Наверх В горку Я планировал Но Там Как бы Я выйду Если Повернуть Направо Выйду К датскому Карьеру И спущуся Вниз Если Я Поеду В ту Сторону Я Тоже Спущуся Вниз И Сделаю Такой Большой Кружочек Даже А почему Б и Нет В принципе Я проехал Только 13 километров 300 метров И думаю Что маловато Возвращаться Домой В принципе Как бы Там Вроде Все нормально Сзади Еще Ничего Ничего Не поломалось Не отвалилось Так что Едем Дальше Даже В воду Еще Не пил В принципе Сегодня Не так Жарко В общем Наверное Удлиним Дистанцию И поедем Вниз На большой Скорости Там Очень Большой Уклон И Будет Все Нормально До встречи здесь прямо очень красиво я не знаю даже кто там живет потому что с левой стороны ну там особнячок такой приличный глаз такие деревья еду где-то на отшибе вообще тут прикольно спокойный такой райончик ну тут конечно же питают такие люди у которых есть шелестящие бумажки прям целый замок что тут сказать классно да кто-то от Владимира загибает приличный денежек страшно подумать сколько хорошо тут еду потихоньку ну как потихоньку принципе неплохо так даже 15 километров 20 строю себе достраиваю маршруты думаю куда бы еще вот поехать чтоб под подлиннее попетлять покров покружать чтобы она как бы прочувствовалась вот это вот все дело не знаю то ли это пельмени виноваты в хорошем смысле слова потому что перед тем как выезжать я покушал пельмени и это вот да там как как бы как бы типа мясо есть и главное это вот это вот тесто тесто это углеводы углеводы это сила крутим педали вообще замечательно путешествие надо с собой брать пельмени только как их где и варить что варить их надо ну минут 10 хотя бы да нормально 10 на 10 они уже будут готовы 7-8 минут а такие маленькие пельмени 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 пельмешечки вот это вот да колюжа мелкие палки тихо тихо это я заехал глубоко как ухты до сумки конечно новые не хотелось бы их выпачкивать но как бы а что поделаешь только да вот так нормально пойдет ведь ведь не останавливайся как жесть а тут довольно таки страшно видок какой открывается честно говоря стремновато тут на такой высоте ой ё-моё не был я пошел вниз теперь главное слезть с моей рукой вот так болит левая нормальная а правая не лука это сложно объяснить как оно болит я внизу слава богу и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так и снова я заехал на понтонный мостик, посмотреть в каком он состоянии. С той стороны там вроде люди пытаются пройти. Я пойду тоже посмотрю наверно можно ли там вообще пройти. Может починили. Тут и со времен последнего раза что-то ничего не изменилось особо. Я вот смотрю можно здесь перейти или нет. Но я с велосипедом я наверное здесь не перейду. Не, ребята перешли с великой. Ну окей, тогда стойте мы пойдем тут. Ведя многим людям сразу. Потом вот так делаем перестроечку. Так, ну люди как-то тут идут. Говорят двое человек с велосипедами прошли. Но я со своими сумками не пройду. Разве что по частям велосипед разобрать. Так, понятно. В общем в принципе надо будет как-нибудь приехать и перейти. через это все дело. У кого-то там день рождения. Веселятся музыка. И разветвание. Woобka. В �ransфон. Решение. Дв즈. Их ждет успех. Продолжение следует. Вслед. Возвращение к двери. Решил заехать Еще в одно местечко Это как бы такой пригорок Горочка Вверх, я не знаю, наверное Километр Такой уклон может Три-четыре По грунтовке Мотнуться туда-сюда Скатиться вниз Маршрут постоянно Как бы испытываю себя По максимуму стараюсь Там горочки всякие Находить, съезжать Вообще очень красиво Здесь как Офигеть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поломалось у меня крепление Одно из этих Звеньев Ого, какая большая ящерица Ничего себе Зеленая такая Да, крепление поломалось Теперь камера Не хочет держаться Печально Так, ну я почти проехал 30 километров уже Думал тут в одном местечке Остановиться Какие кадры подснять Но Видимо И судьба Сегодня воскресенье Людей И там, и там люди И тут машины Ни одного укромного местечка Нету Ну что ж Я могу сказать Проехал 30 километров В принципе Да не так страшно Эти 12 килограмм Сзади На багажнике Вообще Как бы Паниковал Думал Не выйду Никуда не выкручу Какую-то горку Не заеду И так В принципе Очень даже ничего Как-то вот Интересные ощущения Такие Вроде Ты чувствуешь Что ты груженый И Ты чувствуешь вес Но при том Когда ты набираешь Обороты Например Там 20-25 километров И едешь Просто За счет Вот этой вот Массы Тебе легче поддерживать Скорость Что ли Или как-то Вот даже Компенсируется вес Компенсирует Вот эту вот Тягость Которую ты Сзади Тащишь Не знаю Даже Как-то так Интересные Такие В общем Ощущения Даже не устал Особо 30 километров Ничего с собой Даже не брал Ни батончика Только воду Думал быстро Мотнусь Ну в принципе Как бы так и есть Немножко сейчас Туда-сюда Заехал Вот Подснять уже Вот это вот Крепление Вот здесь У меня лопнуло Крепление И я уже С груди снимать Не могу Потому что Камера Она просто Отвалится И упадет Поэтому Думаю уже Как бы Где-нибудь Дальше Ближе к дому Выскажу свое мнение Тоже По всему Вот этому Поводу По весу По грузу Да и в принципе Да я и так Уже все высказал Конечно же Это не 100 километров Я проехал Но самое главное Проверить На прочность Нигде ли Ничего Не треснет Не лопнет С этой стороны Пластмасски Здесь ничего Не касается Я думаю Там видно Что вот эта вот Дорожка По которой ездит Вот это крепление Оно упирается Прямо Вот Вот в эту вот Вот Трубочку И в принципе Как бы нормально Ну Немножко там Играют Понятно Туда-сюда Подпрыгивают Где-то там На кочках У меня же тут Паучок сидит Какой-то Но в целом Все даже Очень ничего Здесь у меня Вот эта вот Моя палка Все время Обращаю на нее Внимание Чтобы опять Ее не потерять Просто было Лень Сумки раскручивать И ложить ее Вовнутрь Ну и это Тоже нормально Как бы сидит Я в принципе Ними не пользуюсь Хочу достать Насос И немножко Подкачать Колесо заднее В принципе Я так понял Обычно Езжу на 3 атмосферах А тут Где-то 3,5 Примерно Отлично 3 атмосферы Накачал до 4 И спустил До 3,5 Ого Вот оно Совсем Отломалось Часть Как же так Возможно У меня Такая дома Есть еще Одна Я когда-то Покупал Надо будет Глянуть Снимаем Снимаем Субтитры сделал DimaTorzok Проехал уже 41 километр Только что выехал с Запорожского шоссе Я поднимался по нему вверх Это самый противный участок, который я только знаю Я специально туда поехал, чтобы испытать Как оно за собой тащить по такому странному участку Там вроде как уклона нет Но ты едешь и такой тошнотворный подъем Ты быстро ехать не можешь И вроде и уклона такого сильного нет Ну, в принципе, нормально Вот такова Субтитры сделал DimaTorzok Прикольное такое, как бы назвать, туннельчик такой классный. Жалко, что коротенький, по длине его было бы супер. Тут делают дорогу, и я ехал назад, и такой бац, смотрю, а дороги нет, катки катают, чем-то что-то засыпали, какой-то котлован вырвали там, в общем, движуха идет, дорога строится, а я еду домой. Что ж, подведем итоги, проехал я на данный момент 47,5 километров по Страве, по велокомпьютеру что-то 46,5. Ну и что могу сказать в заключении по всему вот этому вот делу, таскание груза, 12 килограмм общего веса сумок на хвосте, получается велосипед где-то весит, ну там плюс баклажка еще с водой, бутылочка, 18 плюс 12, это что у нас там получается, 30 килограмм. Общий вес велосипеда, на котором я сегодня ездил, 30 килограмм. Ну, в принципе, за такой большой период времени, да, я подустал, я не думал, что я буду кататься. Думал, проеду километров 25-30 и вернусь, ну как бы, ну общий, и все. Получилось почти 50. С собой я кушать ничего не брал, поэтому да, подустал, но ничего критичного, 12 килограмм на хвосте я не вижу особо, как бы, ну да, немножко чувствуешь вот этот вот вес, который ты тянешь. Я думал, что будет все, все намного страшнее, что я не смог бы там в какую-то горку заехать, что будет настолько тяжело, что вот вообще, оказывается, в принципе, все даже очень замечательно. Я не думаю, что, когда я поеду в путешествие, у меня будет в сумках 12 килограмм, я думаю, что это будет, может, 6 или 8, максимум, вот, ну никак не 12, я надеюсь это, вот. Ну, на этом, думаю, буду заканчивать это видео. Да, я выявил кое-какие небольшие недостатки по всем этом, ну и, конечно, была еще идея проверить багажник на прочность, ну, сами сумки крепления, чтобы они там не лопнули, ничего не отвалилось. В принципе, все нормально. По креплениям вот этим вот, конечно, они, сумки прыгают немножко вверх-вниз на вот этих кочках, и нужно что-нибудь что-то подкладывать. Думаю, буду подкладывать, нарежу камеры, и вот тут сюда вот их на стяжки прицеплю, и буду вот цеплять на стяжки. Ну, вот так, в принципе, о, запылились как. В принципе, ну, они так вот прыгают немножко. Жалко, что вот это вот все дело упирается вот в это дело, хотя вроде бы даже очень ничего, мне кажется. тут точно так вот эта вот полоска вся упирается вот в эту вот штукенцию. это немножко прям так вот сюда согнулось. В целом, очень даже ничего. Пока что сумками я доволен, мне нравится их объем, да, они как бы великоваты, но я надеюсь, что я положу в них все, что как бы я хочу, если, допустим, куда-то ехать, положить одежду какую-то, и сменную одежду, и запасную, и мне кажется, одежда занимает достаточно много места, она не очень тяжелая, лучше пусть будет, и даже как бы, ну, как-то вот так вот, наверное, на этом все, буду заканчивать. Почти 50 километров, на хвосте 12 килограмм, все замечательно, супер. Поездка мне понравилась, было очень интересно, просто получил море удовольствия, несмотря на то, что я тащил за собой бесполезные 12 килограмм, было очень даже ничего. Ну, на этом все, до следующих видео, думаю, попозже что-нибудь придумаю снять. Всем пока.